Всем привет! Меня зовут Ира и я продолжаю обзор моей коллекции Хоя. Сегодня буду рассказывать о Хоя Абоватого Регата Сплэш. Это Хоя около трех лет. И это мой второй черенок Абоватого Регата Сплэш. Первый черенок у меня был неудачный. На протяжении, может быть, полгода после укоренения он выдавал листья не по сорту. Я срезала, срезала, потом психанула, его продала и стала себе выбирать новый черенок. Но уже к выбору подошла ответственность серьезная, скрупулезная. На площадке очень большой выбор этой Хоя. Но я просила продавцов, чтобы они мне показывали свои маточники. Внимательно разглядывала каждый лист, чтобы мне попался на этот раз хороший черенок с хорошими генами. Это важно, потому что срезать зелень или наоборот белые листья или еще что-то. Ну, такое себе удовольствие, это ты теряешь время. Вот такая развлекаловка мне ни к чему, поэтому я очень внимательно подошла к выбору. И вот такой черенок, ну, из такого черенка, как сказать, на мой взгляд, удачно выросла. Вот такое вот удачное растение. Но не все так прекрасно. В этом году она решила почудить. Первый раз она выдала вот такую ветку, на которой решила не рисовать сплэшем. Пустила цветонос даже. Старалась. И я ее сегодня срежу. То есть даже если маточник хороший, может быть не исключено такое, что она может уйти не на ту, пойти не по той тропинке, свернуть не туда, как говорится. И я еще тоже проворонила. Обычно я жду, ну, два-три узла. А тут она у меня уже, оп, какая. И думаю, ну, все, хватит, надо резать. Вот. Этой Хои примерно три года. Она уже такая крупная, сидит в максимально большом горшке. Больше я ее уже не предоставлю. Ибо нужно будет сократить коллекцию так втрое, чтобы всех обеспечить большим горшком. Ну, корней там очень много. То есть это была необходимость. Прям вот тыкаешь и натыкаешься на корни. И корни у нее мощные. Ну, сама Хоя по себе такая мощная, мясистая, крупная. По поводу ухода. Она, как и все мои любимые предыдущие, неприхотливая. Но есть у нее такой нюанс, как она не любит пересушек. Я частенько грешу с этим. И она начинает вот так вот деформировать лист. То есть в идеале по сорту у нее лист должен быть круглый. Ну вот. Круглый, большой. А когда я что-то пропущу, она начинает их гнуть. Ну, тоже скажу, что симпатично смотрится. Да, можно подумать, что так задумано. Но нет, это не в пределах нормы. Ну, смотрится очень красиво. Интересно и необычно. Так же у меня была обычная обоватова регата. Я ее недавно отдала подруге. Тоже красивая. Я и сразу ее полюбила. То есть когда увидела обоватова регата, прям все, думаю, любовь мне надо. В принципе, она и появилась у меня. одна из первых, может быть. Ну, в общем, в десятке первых хвои у меня была вот как раз обоватова регата. А когда увидела ее сплэшную форму и подумала, ну все, это любовь, мне надо такую. А содержать две, ну, это не вариант. И вообще, я думаю, она очень популярная. У каждого коллекционера найдется либо обоватова регата, либо сплэшная. Есть еще альба. У меня есть маленький черенок, но что-то с ним не очень все хорошо. Он какой-то, какой-то тормозной. Не знаю, завела ради интереса, для сравнения. Ну, что-то он как-то не идет. Не скажу, что он быстрый. Ну, то есть вот они небо и земля. Это все нравится, она растет. Но сегодня я ее срежу. Несмотря на ее цветоносы. Она у меня ни разу не цвела. Кстати. Вот, то есть такая вот она проказница. Дала ветку не по сорту, выпустила тут, там цветоносы. И думала, что я ее пощужжу. Ну, нет, пощады не будет. Также на ней много видно новых ростов. Она абсолютно на это не жадная. То есть вот есть у нее сила и мощь. Такая огромная. Пускать много-много плетей. То есть, ну, прям удивительная. Удивительный хой. Я ее прям обожаю. Так что сейчас срежем. И вот хочу вам сказать. Не жалейте растения. Если у вас растение идет не по сорту, два-три узла смотрим и срезаем. Я уже срезала и белый, и зеленый. Сейчас вот без плэша срезаю. Это, ну, можно сказать, неизбежно в коллекционировании с хоями. Потому что частенько они вытворяют такие дела. Но тоже много зависит от материнского растения. То есть, если гены хорошие, то оно будет, ну, маленькой вероятность, что оно так будет себя вести. Но все равно нужно за всем следить. Вот этот, вот эта плеть тоже, она такая неоднозначная. Я тоже за ней наблюдаю. То есть, как бы начало у нее было вот такое. Ну, очень много сплэша. Вот еще прячется тут лист. Тоже красивый, сплэшный. Но также деформированный. Но дальше что-то как-то, она скромничает с эрегантностью. То есть, вот тут вообще, очень скромно. Буду наблюдать дальше. И если она совсем пропадет, я буду срезать. Хотя по стволу видно, вот что он светлый. Это значит, что-то, ну, в принципе, эрегантности должно быть много. В общем, вот такие вот интересные хуэ. Ну что же, берем секатор. Вот он у меня уже приготовлен. Нисколько не жалко. Срезу, укореню, раздам. Смотрите, нехилую такую веточку пришлось срезать, конечно. Вот представляете, да? Вот пропустила момент. Могла бы уменьшить эту ветку. Ну, то есть, ну, жертвы было бы поменьше. Ну, а сейчас вот, конечно, нужно место для всего этого. Это же не выкинешь. Ну, как я могу выкинуть растение? Здоровое, красивое. Поэтому придется найти место для укоренения. И вот такая она у нас теперь получилась. Чуть-чуть я сейчас поколдую с ней. Нужно тут подтянуть ее где-то. Плетье. Хочу сказать, что у нее очень мощные плети. То есть, прям, ну, толстый ствол. Вот, он не больно хорошо поддается. Всяким таким изгибом. То есть, его нужно формировать сразу. Вот, вот, как вот только есть, вот такой вот молодой. Вот его лучше сразу. Ну, аккуратно, конечно. А то может отсушить и вообще прекратить рост. Вот так вот. Режьте, не бойтесь. Не стесняйтесь. Всем пока. Спасибо за внимание.